Здравствуйте, уважаемые зрители, боленщики, любители футбола. Я приглашаю вас в Абу-Даби, на стадион Шейх Зайет, где через пару мгновений начнется наинтереснейший поединок в рамках 1-8 финала Кубка Азии 2019. Сборная Кыргызстана, как последняя надежда всего постсоветского футбола, будет пытаться сделать все, чтобы сотворить сенсацию и выйти в четверть в финал. А для этого надо совсем немного, всего лишь обыграть хозяйку турнира, сборную ОАЭ. Шучуя, конечно, сделать надо очень и очень большой шаг вперед. И что же нас ждет? Прежде всего, многие здесь отмечают, что это самое что ни на есть дерби. Почему? Объясняю. Соколиное дерби, вот так вот называют этот поединок. Так как, как мы знаем, прозвище киргизской дружины, белые соколы, арабскую же команду тоже именуют либо соколами, либо просто белыми. Вот такую дуэль двух тезок, можно и так сказать, да, нам предстоит сегодня увидеть. И также замечу, что это будет первая встреча этих двух сборных за всю их историю. Ну что же, мы видим, команды появляются на поле. И замерли мы все в преддверии того зрелища, которое предстоит нам наблюдать. Да, я сказал, что сборная Кыргызстана – последний оплот, последняя надежда всего постсоветского футбола на этом турнире. Я думаю, вы все прекрасно знаете, все уже в курсе, что не смогла сборная Узбекистана одолеть Австралию. В очень напряженном поединке, который завершился со счетом 0-0, узбекские футболисты были слабее в серии 11-метровых ударов и проиграли со счетом 4-2. Промахнулись Тухтыхаджаев и Бекмаев. Ну да ладно, это дела другого матча, который, я думаю, вы видели среди наших трансляций. Ну а пока гимн двух стран. Гимн Кыргызстана. Гимн Кыргызстана. И хочется тоже вторить словам припева этого гимна. Вперед, кыргызский народ! Путем свободы вперед! Взрастай, народ, расцветай! Свою судьбу созидай! Точнее и не скажешь. Но пока послушаем гимн Объединенных Арабских Эмиратов. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Главный тренер сборной ОАЭ. Очень хорошо известный в Европе Альберто Закерони. Итальянский специалист, в свое время приводивший отчасти даже сенсационно к чемпионству Милан. Тогда Милан был грандом итальянского футбола. Не то, что сейчас. А случилось это как раз таки 20 лет назад, в 1999 году. Но от Закерони попозже. Давайте пока обратимся к составу сборной Кыргызстана. Снова 13-й номер. Кутман Кадырбеков на воротах. Молодое дарование. Доверяет ему тренерский штаб. И мы его в этом, конечно же, поддерживаем. Далее плевые. 18-й номер. Кайрат Жиргалбек Уулу. Четвертый. Мустафа Юсупов. Третий. Тамерлан Козубаев. Второй. Капитан команды Валерий Кичин. Одиннадцатый. Бигжан Сыгенбаев. Двадцать третий. Ахледдин Исраилов. Девятый. Эдгар Бернхард. Десятый. Мерлан Мурзаев. Двадцать первый. Фархад Мусабеков. И девятнадцатый номер. Прекрасно. Проведший игру против сборной Филиппин. Отметившийся хэт-триком. Виталий. Его Величество. Люкс. Главный тренер. Александр Сергеевич. Кристинин. Если вы заметили, то точно такой же состав был выставлен и на сверхважный поединок против филиппинской команды. Никаких изменений от Кристинина не последовало. Ну и правильно. Победный состав, как говорится, не меняют. Показывают нам лидеров двух команд. Али Мабхуд и Виталий Люкс. Статистика на ваших экранах. А я пока обращусь к бригаде арбитров. На ваших экранах главный рефери этой встречи. 36-летний китайский судья Фу Минь. Арбитр FIFA 2014 года. Кстати говоря, обслуживал матчи и отборочные турниры чемпионата мира 2018 года. Ему помогают соотечественники Хо Вейлинг и Хао Йи. Четвертый рефери. Представитель Южной Кореи Юн Кван Йол. И судя за воротами. Ма Нин из Китая и Ко Юн Джин из Южной Кореи. За микрофоном Денис Цаплинд. И встреча, как мы видим, уже началась аж целых 20 секунд назад. Первый свисток арбитра. Виталий Люкс был на ваших экранах. А сейчас, ну, несколько постаревший, посидевший, да, Альберто Закерони. Помню я его прекрасно. Образца 20-летней давности. Прекрасно помню тот Милан, который действительно для многих неожиданно, прежде всего для главных оппонентов тогда по борьбе за Скудетто для Лацо. Взял, да и совершил сумасшедший рывок на финише чемпионата. И золото взял. Но давайте, правда, об этом чуть попозже. Пока посмотрим, как будет развиваться эта встреча на первых минутах. Если говорить о предматчевых раскладах, то абсолютно все специалисты, в общем-то, сходятся во мнении, что сборная ОАЭ должна побеждать и побеждать. Если в некоторой борьбе, то в целом довольно-таки легко. 1-44. Вот такой коэффициент дается на страну-хозяйку. Я напомню, что ОАЭ – это страна-хозяйка турнира. Ну, недаром же матч проводится на стадионе Шейх Заят в Абу-Дабе. Так вот, 1-44 на победу хозяев. 4-1 на ничью и 8-1 на победу сборной Кыргызстана. Очень нерадужные такие цифры перед началом этого матча для болельщиков белых соколов. Но эти белые соколы сегодня в красных цветах, в цветах крови. Будем надеяться, что один сокол, сокол близкий нам, заклюет в этой дуэли арабского соколишку. Но пока нельзя сказать, что преимущество на чьей-то стороне. Ну, как об этом можно говорить после двух сыгранных минут? Команды так понемножку принюхиваются друг к другу. Это и понятно. Рисковать никто не будет. Риск никому здесь не нужен. Особенно, я думаю, хозяевам турниров. Вылететь на стадии 1-8 – это не то, на что рассчитывает Альберто Закерони и компания. Как говорят здесь в ОАЭ, страна-хозяйка очень стремится стать седьмой страной, принимающей Кубок Азии, которая в итоге выиграет турнир. Такое до этого случалось с Южной Кореей в 1960 году, с Израилем в 1964. Да, я ничего не путаю, раньше Израиль был в азиатской группе и играл вот в Кубке Азии, а не на чемпионате Европы. Иран дважды побеждал в Кубке Азии в 1968 и 1976, Кувейт в 1980, Япония в 1992 и, как мы помним, Австралия на прошлом Азиале в 2015 году. Вот теперь и Объединенные Арабские Эмираты хотят присоединиться к этой группе товарищей, дабы тоже свое имя в историю турнира записать. Пока что 10 участий в Кубках Азии было в ОАЭ. Лучший результат это второе место в 1996 году. Это был, кстати, тоже домашний турнир. Тогда тренировал сборную ОАЭ хорватский специалист Томислов Ивич. И в финале было поражение, а тут надо отбиться. Даже вот так надежно играет Китчин, отбрасывая мяч к Дербекову. Все очень хорошо. Чувствуется взаимопонимание в задней линии. Ну и сыграно, в общем, тоже было хитро, да? Ну так вот, тогда в пенале в 1996 году арабское дерби такое состоялось. Сборная ОАЭ проиграла сборная Саудовской Аравии со счетом 4-2. Правда, по пенальти основное и дополнительное время завершились со счетом 0-0. Вот точно то же самое, что произошло сегодня в поединке Австралии-Узбекистан, да? Ну, не будем, давайте, возвращаться к этому не самому приятному матчу. Все бы болели, я думаю, и за сборную Узбекистана тоже. Очень хотелось, чтобы в одной четвертой сошлись эти две команды, Кыргызстан-Узбекистан. Но вот не судьба. Остается Кыргызстан. На прошлом Кубке Азии ОАЭ заняли третье место в матче. За это самое третье место выиграли у Ирака со счетом 3-2. Между прочим, это была волевая победа. Отыгрались они со счета 1-2. Так вот, два на гола, забив подряд. Вот такой небольшой экскурс в истории этой страны, в истории команды Объединенных Арабских Эмиратов. Про Кыргызстан, я думаю, уже 10 раз все было сказано. Но вы это все прекрасно знаете, что команда Александра Кристинина – это дебютанты турнира. Но прекрасно выступают. 1-8 финала – это уже достижение. Хоть и говорит Александр Кристинин, что это всего лишь первая задача, которую мы выполнили, что теперь у нас есть задача номер два – выйти в 1-4. Но, конечно же, перед началом турнира, если бы сказали, что будет 1-8, то, я думаю, все бы порадовались. А так, конечно, аппетит приходит во время еды, что и неудивительно. Ну, а говоря об интервью Кристинина, добавлю, что заметил Александр Сергеевич следующее. Мы много работали на тренировках, у нас есть все, чем удивить ОАЭ. Мы понимаем, что не проявляя агрессивности в атаке, мы не сможем забить голы. А эта сборная Объединенных Арабских Эмиратов очень сильна, но я верю в своих ребят. Вот такие слова сказал Александр Кристинин. Что ж, и мы верим в этих ребят, прежде всего, наверное, в разыгравшегося Люкса. Люкс, кстати, тоже несколько слов сказал, таких довольно-таки самоуверенных. Сказал он следующее. Я думаю, что могу решать судьбу таких больших игр. Я забивал и в Кубке Германии, забил три мяча Филиппинам. Это хорошие дни для нас, и я в прекрасной форме. И вот сейчас Люкс с мячом можно было пробить поворотом, но он выбирает другое решение. Бьет все-таки с правой ноги, но блокируется этот удар. Очередной заблокированный удар, который наносит сборная Кыргызстана на этих играх, на этом турнире. До сего момента, до начала этого матча, было нанесено, кстати говоря, целых 43 удара поворотом соперников, футболистами сборной Кыргызстана. И это исключая и вот такие, как сейчас мы видели, заблокированные удары. Это именно те удары, которые действительно состоялись как удары, а не были уничтожены в зародыше кем-то из защитников, заблокировавшим какой-либо удар. Ну а сейчас заблокировал пас Жергалбек Уулу, получил желтую карточку. Вот да, такой эпизод, не убрал руку, умышленно уж или нет, судите сами. Но на восьмой минуте Жергалбек Уулу получил горчичник. Ну да, это еще ничего, да. Главное справиться вот с этим стандартом. А стандарт весьма опасный. Мы помним, что примерно с этой позиции пропустил Кутман Кадербеков очень курьезный гол от сборной Филиппин. Также вот был исполнен стандарты, мяч никого не коснувшись, в итоге влетел в ворота, а Кадербеков ожидал, что сыграют либо свои, либо чужие. Все-таки после навеса, и был так вот обманут. Но пока замерли, здесь ничего опасного. Мяч после удара Ахмеда улетает куда подальше. Ну может вот это вот рано помешало Ахмеду в этом эпизоде пробить по воротам. Да и к тому же положение вне игры, действительно, тут можно было и расслабиться изначально. Навешивал Исмаил Матар, капитан команды, а раненый, будто черт, Ахмед, по воротам все равно не попал. Ну так вот, сказал я бы в некоторых интервью, которые давала кыргызстанская сторона перед матчем, скажу и о чем говорил Альберто Дзекероне. Говорил он много, говорил красиво и говорил с чувством собственного, ну не то что превосходства, но достоинства, наверное, да, вот с чувством с высоты лет, с высоты опыта. Ну вот, наверное, к его интервью я перейду после этого стандарта, ну а дальше уж разберемся, насколько Дзекероне прав или не прав. Выстроил стенку Эйса и пожевывая жвачку, а может быть собственный язык, ожидает удара. Нет, следует навес, весьма такой тоже коварный, в надежде на то, что кто-то сможет из партнеров подставить ногу, Исраилов исполнил этот кросс, можно ведь назвать кроссом, наверное, да, навес с этой позиции, ну скорее диагональ, да, давайте вот так вот. И чуть-чуть не дотянулся до мяча Сыганбаев. Так вот, Альберто Дзекероне сказал следующее. Я вижу, что после выхода в одну восьмую финала игроки не потеряли концентрации, а они сфокусированы на матче против Кыргызстана. Теперь каждая игра сродни финалу. В каждом матче мы доминировали, вспомнил Дзекероне прошлые игры, но команды, с которыми мы сталкивались, играли очень оборонительно, поэтому нам было тяжеловато. О турнирной таблице, кстати, в каждой группе мы с вами поговорим. Так вот, добавил Дзекероне, мы должны быть быстрее в наших атаках, и мы над этим работали над тренировкой. Опасный момент мог получиться, но я закончила прямую речь главного тренера ОАЭ. Когда я согласился на эту работу, я дал понять, что собираюсь выиграть титул, собираюсь взять золото к Укази. Я из Италии, мне не привыкать к давлению. Но, замечу, что соперник у нас очень неплохой, Кыргызстан заметно прибавил, и для них эта игра будет своеобразным вызовом. Вот такие вот слова, в общем-то, слова, в которых чувствуется и уважение к сопернику, но и чувствуется также, что, в общем-то, уверен в своих силах Дзекероне, Дзекероне уверен в своих ребятах и уверен в своем тренерском таланте, который, несомненно, у этого специалиста есть. Может, не в каком-то вот прям избытке, что плещет, но, тем не менее, все же титулов нельзя сказать, что Дзекероне прям много собрал. Сказал я, что был взят чемпионат Италии в 99-м, ну а потом, если вспоминать все что-то из недавнего, то тренировал Альберто Дзекероне сборную Японии с 2010 по 2014 годы. И, между прочим, с этой командой, опасный мог быть момент, да, с этой командой взял как раз Кубок Азии в 2011 году. Так что брать в Кубке Азии Альберто Дзекероне не привыкать. Что же, поглядим, как была проведена эта атака, пока мы заговорились о тренере. Ошибся позиционно в этом эпизоде Казубаев, да, вот так он неверную позицию занял, дал мячу перелететь через себя. Мабхут подхватил мяч и едва не наказал сборную Кыргызстана. Вовремя подоспел Кичин и обезоружил очень опасного футболиста из клуба Аль-Джазира. 28 лет этому игроку в самом расцвете сил является лучшим бомбардиром Кубка Азии 2015 года с пятью забитыми мячами. Разыграли. Подопечный Дзекероне вот так вот свой стандарт. Но это неудивительно. Если я ошибаюсь, то сборная ОАЭ одна из самых низких, если не самая низкая команда на Туранире. Очень невеликий рост футболиста. Ну вот и есть Исмаил Ахмед, здоровый, 191-сантиметровый дядька. Ну, тут, знаете, штука в том, что он марокканского происхождения. Это 19-й номер, вот последите за ним. 19-й номер ОАЭ. И поэтому, в общем-то, он в эту статистику не вписывается. Ну, марокканские корни дают себя знать. А пока посмотрим, как будет исполнен этот стандарт. И, кстати, да, вот надо поглядывать в штрафной за Исмаилом Ахмедом обязательно. За 19-м номером. Опасный удар. И гол. Забил, правда, не Исмаил. Ахмед, игрок другой. Комисс Исмаил. Сделал это на 14-й минуте. Жалко, жалко. Что ж, но это еще не конец. Это только начало. Правда, обидно пропускать вот так называемый быстрый гол. Тем не менее, расслабляться нельзя. Ну, разыграно было здорово, согласитесь. Скидка от Мубарака. И ничего не смог сделать Кадербеков. Галкиперу, я думаю, не может быть никаких в этой ситуации претензий. А вот есть претензии к футболистам, которые не взяли именно Калифуму Барака. Почему этот парень, четвертый номер сборной ОАЭ, оказался абсолютно один? Почему сделал такую удобную скидку на хамисы Исмаила? Это вот вопрос, да, к обороняющейся стороне. Вопрос к киргизским футболистам. Очень ненужный гол. Казалось, вот уже выстояли вот этот самый отрезок, который крайне важен, да, в который желательно не пропускать голы вот с нулевой по 15 минуты. Но нет. Дрогнули в конце и дрогнули. Очень необязательно. Ну, необязательно почему? Потому что головой делает скидку человека с ростом 180 сантиметров. Да, тоже не сказать, что исполин. А забивает головой 176-сантиметровый полузащитник. Это его дебютный гол на турнире. Говорю о хамисе Исмаиле и не просто дебютный гол на турнире, а вообще. В 73-х встречах, а это вот 73-й как раз идет, это его первый гол за сборную. Тоже надо поздравить с почином, но лучше бы, конечно, в каком-нибудь другом матче он свои вот эти вот статистики улучшал. Ну что же, может, ответим голом на гол, стандартом на стандарт. Угловой удар в исполнении Эдгара Бернхарда мы сейчас с вами увидим. Пошла передача на ближнюю штангу, на Казубаева. Но Берхант, посмотрите, не выключился, от угловой отметки прилетел. Мяч выцарапал. Не успокаиваются киргизские футболисты, честь им и хвала, но вот здесь не смог Казубаев все-таки, как следует, за мяч зацепиться. Нарушение правил было ли или нет от Юсупова. Свисток молчит, потом узнаем, будет ли отложенное желтое. В атаку летит Матар. И надо здесь успокоиться, понадежнее сыграть. Корпус хорошо ставит узбекский, киргизский футболист. Извините, все вот в памяти мелькает этот совсем недавно закончившийся поединок Узбекистана с Австралией. 4-1 по ударам по воротам. Такая вот статистика в пользу команды-хозяйки турнира. Но опять же, удивительно это. Думаю, что нет. Нету на турнире главной звезды сборной ОАЭ, Амара Абдул-Рахмана, но и без него справляются пока. Порвал кресты этот, очень техничный футболист, пропускает турнир. Ну а также из-за травмы перед самым Новым годом отцепились хавбек Райан Ислам, которого заменил Мухаммед Халфан, ни разу не выступавший пока за сборную. Ну а вместо крайнего защитника Махмуда Хамиса был заявлен Аль-Хасан Салех. Так что не без потерь и у стороны принимающей, у команды ОАЭ. Ну а о потерях Кыргызстана мы знаем. Давайте вспомним о них после этого стандарта. Снимает верх Саганбаев хорошо, занявший ближнюю штангу. И великолепно сейчас действует Кутман Кадырбеков. Смелый бросок. Очень просто-таки самоотверженно было сыграно. И несмотря на то, что положение вне игры зафиксировано, понятно, что не видел Кадырбеков. Был офсайд, не был офсайд. Играл он по ситуации. И насколько смело. Вот вратари сейчас так почти не играют. Головой вперед. Да редко кто идет, пометуя о травмах. Ну того же Петера Чеха, да? А Кутман Кадырбеков сыграл как вратарь, знаете, такого вот. Такой старой закваски. Так играли в 50-х, 60-х. Самоотверженно. Рьяна. Молодец парень. Так вот, о тех лицах, кого мы могли увидеть в сборной Кыргызстана, но не увидели. Есть несколько... футболистов. Если говорить о сегодняшнем матче, то, наверное, многие рассчитывали, что все же вернется в строй. Как раз-таки вместо Кутмана Кадырбекова Павел Матиш. Но нет, продолжает доверять Александр Кристинин молодому киперу. Ну и опять же, начинал турнир вот Даниэль Таго. С Китаем скорее сыграл. А после сел на скамейку. Да, я не говорю о тех, кто мог приехать в принципе сюда, в Объединенные Арабские Эмираты, не приехал. Я вот хочу сейчас сказать именно о тех игроках, которых, так сказать, прощупывал Кристинин в начале, но в итоге был вынужден отказаться от их усилий. Временно ли, навсегда ли, а это покажет только время. Было и Люкса, ведь он посадил на скамейку, помните, да, в матче с Южной Кореей, но после все-таки на замену выпустили. И Люкса заслужила место в матче с Филиппинами, и, как мы вспоминали, относился к Эд Триком. Ну так что же, 21-я минута, 1-0 на табло. Гудит стадион Шейх Зайет, главная арена Объединенных Арабских Эмиратов. Многофункциональный стадион, расположенный в спортивном комплексе Зайет Спорт Сити. Назван, кстати говоря, вот этот спорткомплекс и, соответственно, стадион в честь первого президента ОАЭ Шейха Зайета Анна Хаяна. Основавшего эту самую спортивную арену, это все сооружение, в январе 1980 года. Стадион является домашней ареной сборной. 9 февраля 2011 года здесь состоялся товарищеский матч между сборной Ирана и сборной России, если вы помните. И тогда победу со счетом 1-0 одержала команда Ирана. На 90-й минуте под занавес встречи единственный гол забил Мохаммад Реза Халадбари. Так что вот немножечко из истории и стадиона. А пока посмотрим за атакой Кыргызстана. Казубаев ждет помощи, пока не находит. Да, но приходится через Китчино играть, впереди все закрыты. Казубаев здесь поспокойнее, понадежнее. И такую длинную вертикаль нарисовал Юсупов. Но закончилась эта парабола в липких перчатках Халида Эйса, галкипера клуба Аль-Айн. Аль-Айн один из ведущих клубов чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. В 2003 году он, между прочим, выиграл Азиатскую Лигу Чемпионов. В первый и последний раз для клубов Дисплае. Так что вот такое достижение. А у нас еще одна желтая карточка появляется в руках Фумине. И удостаивается ее, судя по всему, Бигжан Саганбаев. Да, так и есть. Вот за этот фолл. Хотя, ну, знаете, тут, не знаю, тянуло ли на желтую. В ногу он не играл, а, по-моему, уже потом по инерции футболисты, летя друг на друга, в общем-то, друг в друга и врезались. Ну, хотя, такое часто свистится за возможность нанесения фола. Смотрим опять за этим моментом. Да, 21-й номер. Мусабеков не смог удержать его в данном эпизоде Хамиса Исмаила, человека, забившего гол. Давайте ради интереса посмотрим на рост. Ну, да, неудивительно, 172 сантиметра у Мусабекова, как я уже говорил. У Хамиса Исмаила чуть повыше 176. Ну, да и это не главное. Проиграл даже не столько позицию в данной ситуации Мусабеков, а вот этот рывок, да, отклеился арабский полузащитник от своего опекуна и смог нанести удар. Ну, так разобрали этот эпизод с грустью и печалью, но, повторюсь, все это не трагедия. И это пока лишь маленькая неприятность, которую надо пережить и играть дальше. А не было офсайда, да? Мне показалось положение вне игры. Аль-Ахбаби, этот крайний правый защитник, часто подключается сегодня в атаку. Мы это не в первый раз уже видим. Люкс. А Люкс опускается назад. Да, вот посмотрите, где он принял мяч. А его партнеры впереди. Вот сейчас, по-моему, не в ту сторону начал делать разворот. Мурзаев, он начал поворачиваться как бы под левую ногу, обрабатывая мяч. И там его, в общем-то, ждал защитник. Был готов к этому развороту. Перехватили мяч подопечный Закероне. Ахмед на Салеха. Салех на Ахмеда. Ну, и опустился назад помочь своим защитникам Абдул-Рахман. Начал он атаку вот этой передачи. Правда, вот она не точна. Абдул-Рахман, футболист Аль-Айна. Дебютировал за сборную 10 лет назад. Что интересно, в поединке против Манчестер-Сити. Вот так вот сборная играла с клубом. На этом его знакомство с английским футболом не закончилось. В 2013 Амед Абдул-Рахман был на просмотре в Blackburn Rovers. Но, в общем, только просмотром это ограничилось. Надо забивать же отсюда. Ну-ка, где он, колешник? А вот он прилетает. Молочи на Мурзаич, ты наш дорогой. Десятый номер. Мерлан Мурзаев сравнивает счет в этом поединке на 26-й минуте. Сумасшедшая атака. Великолепное хладнокровие Мурзаева. И очень важный гол. 26-я минута. Повтора мы ждем. Повтора давайте поглядим, как она строилась. Юсупов начинает атаку. Передача на Исраилова. И Исраилов находит впереди подключившегося Мурзаева. Великолепно. Начал. И, кстати, оттянул, да, защитника за собой. Сместившийся направо люкс. Посмотрите еще раз, если будет повтор с более далекой, так сказать, камерой. Здесь вот плохо видно, но... Ну, посмотрите, люкса нет. А вот сейчас, если с этого ракурса смотреть, он слева от нас как раз убирает, утягивает защитников за собой. Но, наверное, помог этим своим маневрам Виталий, своему партнеру Мурзаеву. И... Молодцом сыграл. Десятый номер. И травма еще, к тому же, у футболиста Объединенных Арабских Эмиратов. И душевная травма, разумеется, у Альберто Закерони. Очень он недоволен таким развитием событий. А надо сейчас попрессинговать, пока в меньшинстве действуют подопечные итальянского специалиста. Пока оказывается помощь одному из игроков Объединенных Арабских Эмиратов. Алга, Кыргызстан! Вперед, Кыргызи! Да-да-да, до сих пор в меньшинстве. Халифа Мубарак. Тот самый человек, который голевую передачу отдал на Хамиса Исмаила. Вот так вот. Пока что он не может вступить в игру. И продолжает атаковать сейчас Кыргызстан. Саганбаев. Ну-ка, слишком какая-то вот передачка у него была, да? На удачу, что ли. Не открылись как следует под него партнеры. И Саганбаев вынужден был просто парашют забрасывать в район штрафной площадки, в район их границы. Ну а здесь уже фолл. На газоне оказался Алях Баби. И что же, неужели не сможет продолжить встречу Халифа Мубарак? Да, судя по всему, game is over, как бы сказали мои английские коллеги. Ну, разумеется, пожелаем Халифему Бабараку здоровья. Никому мы не желаем оказаться в лазарете. Положение вне игры. Матар мяч принял. Футболист Аль Вахды. Очень низкий парень. 167 сантиметров. Вот о чем я говорю. Неудивительно, что часто разыгрывают свои стандарты подопечные Дзекерони. С таким ростом, ну, бороться ли на втором этаже? Да, бороться можно, если вот так вот обманываешь оборону своего соперника, как было в случае с первым голом. Тут действительно потеря концентрации. Отпустили одного, дали пробить другому. Но опять я возвращаюсь ко всему этому. Мы в первый раз, а пока что вернемся на поле и посмотрим, кто выходит. Фарис Джума. Такой вот защитник. Итак, Халифа Мубарак. Поле покинул. Вместо него шестой номер. Фарис Джума. Фарис Джума. Фарис Джума. На 30-й минуте. Фарис Джума. Это игрок Аль Джазири. Опытный футболист. 30-летний. 46 матчей за сборную. Два гола. Отыграл он целиком матч против Бахрейна. Кстати говоря, не вспомнили мы, да, как завершились противостояния в группах. Как команды друг на друга вышли-то. Так вот, объединенные Арабские Эмираты заняли первое место. Несмотря всего лишь на 5 набранных очков у себя в группе. 1-1 завершился их поединок с Бахрейном. Это был матч открытия. После последовала победа над Идией. Ну и ничья с Таиландом тоже 1-1. Если говорить о сборной Кыргызстана, то здесь куда все драматичнее складывалось. Сперва было поражение 2-1 от Китая. А после поражения со счетом 1-0 от Южной Кореи. Ну и потом блистательный матч против команды Филиппин. 3-1. И с третьего места, благодаря вот этой хорошей разнице забитых пропущенных голов. А она равнялась нулю. Вот такой вот полный дзен. Так вот, сборная Кыргызстана вышла сюда в 1-8. С чем мы их уже много раз поздравляли, поздравляем и еще раз. С 1-8 и со счетом 1-1 на табло. Против хозяев чемпионата. Такой счет к 32-й минуте. Это очень даже не дурно, скажу я вам. Кстати говоря, команду с выходом в 1-8 финал, да и не только в 1-8, после двух встреч, а перед поединком с Филиппинами поздравлял личный президент Кыргызстана Сааранбай Шарипович Женбеков. Беседовал он и с Александром Кристининым, и вроде как даже с футболистами. Такое вот участие принимает глава государства в судьбе сборной. Дает понять, что вся страна смотрит, переживает, болеет. Все в одной лодке. И так или иначе, как бы ни закончился уже турнир, президент, в общем-то, таким отношением отблагодарил своих футболистов за действительно очень хорошее выступление на Кубке Азии 2019. В атаке. Ой! Мабхуд сделал передачу на партнера, да, но он здесь не совсем удачно. И посмотрите, как спокоен Кутман Кадербеков показывает своим. Успокоились, я немножко тут пару секунд сейчас выгодую. Вы расставьтесь пока, ну а после начнем отталкивать. Я уже в предыдущем репортаже рассказывал, что отец Кутмана Кадербекова тоже был футболистом. Ну вот, могу я отметить еще следующий факт, что в 1976 году в возрасте, ну, 16-17 лет папа Кутмана с командой «Манос» Таласской области занял третье место в турнире «Кожаный мяч», который этот турнир проводился по всему Советскому Союзу. Так что футбол в крови. И тут, наверное, ничего удивительного нет. Да и в общем-то, знаете, вот вроде новое лицо Кутман Кадербеков для всех нас, для болельщиков, но ведь в России его видели, вспоминайте. Совсем, ну, казалось бы, недавно, 4 года назад, молодежная сборная Кыргызстана на Кубке Содружества в важном матче группового этапа выиграла у хозяйки турнира тогда сборной России и заняла первое место. Выиграла со счетом 2-1. И вот в том составе были многие известные футболисты. Ахлидин Исраилов, Архад Мусабеков, Бахтияр Идушибеков и Кутман Кадербеков. Правда, Кутман был вторым вратарем, был он совсем еще пацаном 18-летним. Но, тем не менее, в Россию приезжал и, так сказать, пороха понюхал. Ну, вот в групповом этапе сборная России, как я сказал, уступила Кыргызстану, но потом отыгралась им в поединке за пятое место. Взяли, так сказать, реванш. А у нас 35-я минута идет. И, наверное, вот если так будет дальше продолжаться, мал-помалу начнет нервничать. Вот это арабское братье. Нет у них сейчас в составе такого футболиста, каким был, например, Аднан Ататальяни. Лучший бомбардир всех времен. Кроме того, футболист, проведший больше всего матчей за сборную. 161 поединок, 52 гола. Ну, играл он давно, завершил свое выступление больше 20 лет назад. С 1983 по 1997 года защищал цвета своей команды. Аднан Атальяни. Ну, вот если сравнить, да, я сказал, 52 гола он забил. К нему приблизился, ну, практически вплотную Али Мабхут. Я уже сказал, что Мабхут стал лучшим бомбардиром Кубка Азии 2015 с пятью голами. Сейчас у него 48 голов на счету. То есть еще четыре и достигнет он, сравняется с лучшим бомбардиром своей страны. 56 на 44. Вот такое владение мячом у нас зафиксировано на данную минуту в пользу команды-хозяйки турнира. Но, как мы знаем, владение это не главное. Есть старая байка, да, которая, по-моему, принадлежит одному из тренеров сборной Аргентины. Хорхе Сан-Паоле. Так вот, он говорил по поводу вот этого всего владения мячом и того, что победить может в итоге команда, которая мячом владела намного меньше. Так вот, говорил он следующее. Это сродни тому, что вот один, допустим, молодой человек за барышней ухаживает, ухаживает. Водит ее по клубам, ресторанам, кино. А в итоге в одном из ресторанов эта барышня встречает другого, более наглого парня. И там же где-нибудь, извините, в уборной ему отдается. Вот, в общем-то, такое, может, не совсем поэтичное, что ли. Хотя нет, почему? Поэтичное вполне. Но сравнение от бывшего тренера сборной Аргентины. И, как мне кажется, вполне себе оно точно отражает вот эту картину с процентным отношением, соотношением владения мячом. Конечно, не каждый раз, но, тем не менее, такое и бывает, как мы видим и в футболе, и в жизни. Но пока в жизни мы видим очередной стандарт, угловой удар. Вспоминаем о невысоком росте арабских футболистов, что надо бороться здесь, на втором этаже. Китчин скидку делать не получается. Удар! По-моему, мяч в руку пришелся. Разве нет? А повтора мы требуем. Фуминь! Неужели ты не увидел там игры рукой в штрафной площадке? А вот тут можно тоже попытаться забить, а? Выпрыгивал Козубаев. Мне кажется, Козубаев и голкипер должен перепрыгивать с учетом даже вытянутых его рук. 180 сантиметров всего лишь в Халиде Эйса. Козубаеве-то побольше будет. 186 как-никак. Ну да ладно, может, многого хотим. Ну а куда без этого? Как уже говорили, аппетит приходит во время еды. А еда уже вовсю идет. Пир горой, как говорится. Посмотрите сейчас на болельщиков. Что-то похожее на звуковое сопровождение в стиле сборной Исландии. В стиле болельщиков сборной Исландии сейчас демонстрируют арабские фанаты футбола. Ну нет, здесь все как-то попроще. Без такого накаливающегося, без увеличивающего темп хлопанья. И обошлось, а пока что сумасшедший по силе удар от капитана команды, от Матара, от 10-го номера. И не знаю, был ли готов кутман Кадырбеков к такому выстрелу. Мне на секунду показалось, что готов он не был. Ну вот так вот поверил своего нападающего. Альберто Дзекероли. До этого Исмаил Матар выходил лишь на замену в матчах с Индией и Таиландом. Но вот сегодня этот ветеран 35-летний играет со стартовых минут. Вообще, конечно, очень мало знакома нам эта команда, да, Объединенные Арабские Эмираты. Не так часто доводится видеть матчи с участием этих футболистов. Ну, посему даже интереснее, наверное, к ним и приглядываться. Может, кого, да и увидим. Может, кто и где и заиграет за пределами страны. Хотя здесь, конечно, это очень маловероятно. Говорил я, что проходил просмотр в свое время в Blackburn Rovers Амир Абдул-Рахман. Но, в принципе, если брать действующий состав, в нем нет ни одного человека, выступающего за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. Вот такая вот страна, такие вот традиции. Нельзя сказать, что это вот как-то игроки слишком уж слабы классом. Нет, вполне могли бы играть, они не скажем. Пусть они в чемпионатах топ-5, но в более слабых лигах. И, опять же, во вторых дивизионах, например, той же самой Испании, Голландии, Италии, может быть, могли бы себя найти. Показали нам повтор, не было хорошо видно, была ли игра рукой. Но доверимся мнению китайского арбитра Ву Мине. 42-я минута, счет равный. Ну, недаром два «Сокола» сражаются, силы их равны. И, кстати говоря, сражаются еще сегодня соседи по месту в этом злосчастном рейтинге FIFA, который многие критикуют. За его, опять же, как говорят, как отмечают многие специалисты, необъективность. Ну, с этим можно спорить. Ну, опять же, есть ответ. Придумайте что-нибудь объективнее. Формула рейтинга FIFA периодически корректируется. Недавно опять была скорректирована. Ну, так вот, на 90-м месте располагается команда Объединенных Арабских Эмиратов на данную минуту. Сборная Кыргызстана же на 91-й позиции. Очень и очень близко друг к другу. На расстоянии практически вытянутой руки. 5-2 по ударам-поворотам. Но главное-то, счет на табло. Правда же, друзья? Бернхард. На Жергалбеку Улу. Нет, вот сейчас Жергалбек вступает в игру. А до этого был, судя по всему, Исраилов, да, 23-й номер. Ну и показывает нам Салмина. Вот в таком он прекрасном подкате вывел мяч из-под ног Жергалбеку Улу. Но Али Салмин выступает за клуб Аль-Васл. 23 года ему. 19-й матч за сборную. Один гол забил. Дебютировал в 2014 году. На турнире провел все три поединка против Бахрейна, Индии и Таиланда. И, по-моему, особо никуда не спешат и подопечные Дзекерони. Тоже как-то лишний раз форсировать не хотят. Ну, вообще, знаете, Дзекерони всегда проповедовал такой не авантюрный, а более осторожный, что ли. Иногда даже называли этот футбол трусливым. Вот такая стилистика у этого тренера. Поэтому от него не дождешься игры, скажем, с шашками наголо. По крайней мере, если не заставит ситуация, когда там уж команда будет проигрывать и оставаться до конца поединка, будут считанные минуты. Поэтому Дзекерони, в общем-то, делал свое. Как знал, так и знает. Опыт у него, повторюсь, огромный. Тренировал Милан, Лацо, Интер, Ювентус, многие другие итальянские клубы. После того, как взял Скудетто с Миланом, стал лучшим футбольным тренером года в Италии. Ни много, ни мало. Ну а 16 октября за прошлого года был назначен главным тренером сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Сменил он на этом посту Эдгарда Баусу. Тогда местную федерацию футбола просто-таки в бешенство привел не выход сборной, а на российский Мундиаль. Поэтому ее агенты отправились искать по всему миру такого, как они сами говорили, тактического специалиста. Чтобы можно было более спокойно решать поставленные задачи. И вот нашли Альберта Дзекерони. Без нарушения правил отобрал мяч у своего соперника Аль-Ахбаби. Но на то он и защитник. Салмин на Салеха. Против Салеха Жаргалбеку Луну. Салеха к мячу как будто приклеился. Вернее мяч к нему. Ну и здесь тоже без фола. Точная передача, хорошая передача на Мурзаева. Мурзаев выходит победителем. Здесь надо тоже мяч сохранить. Нарушение правил. И что же, нарушение правил от Мурзаева? Ну ничего себе. Рукой что ли он себе подыграл? Не понимаю я пока вот этого жеста Фумини. На повторе бы взглянуть. Ну да, наверное, рассудил так, что фола от арабского футболиста не было. А падая Мурзаев коснулся мяча рукой. Это, в общем-то, мы видели. Ну да ладно. Забыли об этом. 46-ая минута. У нас перевалилась за экватор, а всего лишь одна добавлена. Поэтому, понятное дело, нужно лишь отбиться. Ребятам Кристинина вот в этой атаке, которая сейчас состоится посредством исполнения стандарта. И команды уйдут на перерыв. Навес! Хух-хух-хух-хух! Нет, на перерыв не уйду-то. Мурзаев коснулся мяча и, наверное, даст еще исполнить угловой фуминь. А коснулся ли? Да, коснулся. Хребтиный даже, не головой. За гривком. А мы помним, как был забит первый гол, да? После стандарта как раз-таки. И сейчас надо поспокойнее, понадежнее. Так, ребята, собрались, своих разобрали. И уже больше не ошибаемся при розыгрышах стандартов. И следим за девятнадцатым, за Ахмедом. Вот он притаился, хочет из засады вылететь. В общем-то, и вылетает, но не удается ему угрожать воротом, потому как мяч не перелетел в ближнюю штангу. За все, на этом первый тайм подходит к концу. Я напоминаю, что при счете 1-1 команды отправляются отдыхать на 14-й минуте. Счет открыл Хамис Исмаил на 26-й. Мурзаев этот самый счет сравнял. Не так все плохо. С верой в лучшее отправляемся отдыхать. Перерыв. Ну что же, друзья. Мы возвращаемся с вами на стадион Шейх Заят, что в городе Абу-Даби объединенные Арабские Эмираты. Именно сборная этой страны сейчас здесь, в эти самые минуты, экзаменует дебютантку турнира команду Кыргызстана. С каждой минутой играть все приятнее, играть все комфортнее. Наконец-то-таки некоторый холодок. Здесь появился уже около 17-18, наверное, градусов на улице. Ну, действительно, это, в общем-то, и логично. Девять вечера по местному времени, 20-0-0 по Москве. Полночь уже в Бишкеке, но там, я уверен, не спят. И смотрят, как едва не забивает в самом дебюте второго тайма свой. Второй гол. Сборная, хозяйка турнира. Поглядим еще раз за этой атакой. Как же так, упустили-то всех, кого можно. Но как великолепно сыграл Мабхут. Вроде бы сначала пошел за спину Юсупова, посмотрите. А потом изменил движение и играл уже на опережение. Смотрю я, нет ли замен. Ну, честно говоря, я не вижу. Ну, так будем надеяться, что ничего мы не пропустили. И можно называть составы играющих команд по имеющейся у нас информации. Вновь начнем с хозяев матча, с хозяев турнира. Но вот после этой их атаки что-то резво они начали. Дзакирони, видать, вставил им, как говорится, по полной программе в раздевалке. И очень заряженные вышли его футболисты на эту вторую половину встречи. Итак, 17 номер. Халид Эйса на воротах. Ему помогали два центральных защитника оборонять эти самые ворота от их взятия. Четвертый номер халифа Мубарак. Но он получил травму в том моменте, когда забивал свой гол Мерлан Мурзаев. Врезался халифа в штангу и был вынужден поле покинуть даже на носилках. Вот так пожелаем ему, разумеется, здоровья. Но вот вместо него вышел шестой номер. Тоже, в общем-то, защитник. То есть замена по позиции, это вполне логично. Так вот, на поле появился Фарис Джума. Еще один центральный защитник, соответственно, на поле присутствует. 4-3-3, вот такую расстановку. Сегодня как проповедует, что ли, Альберто Дзакирони. Так вот, еще один игрок центральной зоны обороны. Не раз о нем я говорил. 19-й номер Исмаил Ахмед. Высоченный дядька. Справа в роли атакующего защитника действует 9-й номер Бандар Аль-Ахбаби. Слева 18-й Аль-Хасан Салех. Три человека в центральной зоне в роли опорника. Пятый Амер Абдул-Рахман. По его правую руку чаще всего располагается 13-й Хамис Асмаил. По левую второй Али Салмин. Ну и три нападающих в центральной зоне. Давайте поглядим за этой атакой кыргызстанской стороны. Ну вот она, в общем-то, и захлебнулась. Было отбито это наступление. Так вот, седьмой номер Али Мабхуд в роли центрального нападающего. Чуть правее действует 21-й Халфан Мубарак. Чуть левее 10-й капитан команды Исмаил Матар. Главный тренер Альберто Дзакерони. Кыргызстан. Ну здесь уже по расстановке, я думаю, вы все все выучили за все те три матча, что мы транслировали. Ничего нового, ничего удивительного. Никаких революций на поле не произошло. Нарушение правил. Нет, продолжается игра, потому как с мячом остаются подопечные Закерони. Кичин, ну Кичин хорош сегодня, знаете. Ну, в принципе, как во всех поединках. Так вот, 13-й номер Кутман Кадербеков защищает ворота сборной команды Кыргызстана. Ему помогают пять защитников. Три центральных. По самому центру располагается третий. Тамерлан Казубаев. Чуть правее Мустафа Юсупов номер 4. Чуть левее капитан команды Валерий Кичин номер 2. Левого латераля исполняет 11-й номер Бегжан Сыганбаев. Правого, 18-й Карат Жергалбекуулу. Четыре полузащитника в роли опорника. Девятый Эдгар Берхард. Над ним уже как атакующий Хавбека. Десятый Мерлан Мирзаев. Немного правее 23-й Ахлядина Сараилов. Левее 21-й Мархат Мусабеков. Ну и острый форвард. 19-й номер Виталий Люкс. Александр Сергеевич Кристинин. Главный тренер сборной Кыргызстана. Бригада арбитров. В основном здесь китайские представители судейской братьи. Фуминь. Главный рефери. Ему помогают Хоу Вейминг и Хао Йи. И вот четвертый рефери из Южной Кореи Юнг Ван Йол. Также южнокореец. Один из судей за воротами Ко Юнджин. И также китайец. Второй судья за воротами Ма Мин. За микрофоном Денис Цаплин. И у нас, как мы видим, вовсю идет второй тайм. Очень весело, очень бодро он начался. Давайте я напомню, что в первом тайме счет был открыт на 14-й минуте. Хамисом Исмаилом, а дело было так, подавался угловой командой Объединенных Арабских Эмиратов. Матар от флажка навесил, нашел мяч голову халифы Мубарака, того самого, кто травмировался. Халифа сделал скидку в район, получается, дальнего угла вратарской площади на Хамисо Исмаилу. И тот уже свой гол забил. А на 26-й минуте отметился своим мячом Мурзаев. Юсупов сделал первый пас, такой важный в этой атаке. Сделал он его на Исраилова. Исраилов же прекрасной сквозной передачей нашел открывшегося уже в штрафной площадке, в общем-то, да, Мурзаева. Но открывался он там на границе штрафной. Ну и Мурзаев, переиграв и вратаря, в общем-то, и защитников, и даже выключив, получается, одного игрока обороны, халифу Мубарака, из игры. Потому как тот, я уже говорил, врезался в штангу, забил гол. Вот так вот Мурзаев записал свое имя на табло. Так что у нас все тут только начинается. 1-1, 52-я минута. Никакой расслабленности, никакой расхлябанности быть не должно. У мяча Бернхард, навес на дальнюю штангу, на Китчена, и угловой удар снимает вверх в этом эпизоде вот этот парень. Тот самый, который вышел на замену вместо халифы Мубарака, Фарис Джума. И посмотрите, едва не влетел мяч в ворота, коснулся он каркаса, вот бы был гол, да? Но рука арбитра поднята, судя по всему, мяч в поле покинул. Давайте посмотрим на повторе. А вот болельщики Кыргызстана. Вот так был разыгран этот мяч, Китчен пробивал. Но как он покинул, непонятно. Почему прекратился тогда поединок в воле арбитра? Честно говоря, я не разобрался. Ну да ладно, простите меня за это. Что-то я упустил. А пока что мяч в руках у Кутмана Кадербекова, который так, не спеша его, не торопясь, периодически поглаживает, когда тот у него, оказывается, поглаживает как любимую гитару. Поигрывает на гитаре Кутман Кадербеков, музыку вообще любит. Ну и любит играть в футбол и играть классно. Пока что к нему по всему турниру, уже по третьим матчам. Давайте постучим по дереву. Претензий. Нет, голы, которые он пропустил. Ну да, вот, конечно, первый с Филиппинами, это, разумеется, его косяк. Но косяк такой, знаете, я вспоминал, и такие голы пропускали ведущие вратари из чемпионатов топ-5. Поэтому такое может случиться с каждым. Впрочем, то же самое можно сказать и Павле Матише. Тоже такое может случиться с каждым. Вот мне на ум первое, что пришло. Помните Дидо, голкипер, был такой сборной Бразилии и Милана? Как сейчас помню в одном из поединков Милана, он почти такой же мяч себе в ворота закинул, как Матиш. Только Матиш пытался перевести на угловой, перекинуть мяч за пределы поля через перекладину. А вот Дидо тогда просто хотел смягчить удар, а мяч, угодив в газон, так коварно, как немножко подкрутившись, по-моему, даже коснувшись штанги, тоже так проследовал, не торопясь в ворота. Великолепный заброс, надо поспокойнее здесь Кутману. Кутман вообще спокоен, как слон. Гудмен, как говорится. Гудмен, Гудмен. Как хотите, так и называйте. Пока что он в полном порядке. Великолепная растет смена. И Павлу Матишу, и Валерию Кашубе. Все три галкипера представляют бешкекский Дордой. В этом клубе проблем с галкиперами нет никаких. Да в принципе, как и с другими игроками, Дордой это базовая команда сборной. Ну а вот главный игрок сборной, по крайней мере, по забитым мячам, автор хэт-рикового ворота филиппинской команды, Виталий Люкс представляет немецкий Ульм 18-46. Помните, я зачитывал его сегодня интервью, отрывок из этого интервью. Он говорил, что как раз забивал в Кубке Германии совсем недавно. Вот-вот, отсылочка такая. Уроженец города Кара-Болта. Шесть лет переехал с родителями из Киргизии в Германию. Ну, выбрал вот. Предложили и решил выступать за Кыргызстан. Все правильно. Почему бы нет? Тут, я думаю, абсолютно понятно, что все-таки при всем уважении к Виталию Люксу, при всей любви к этому игроку, надо констатировать, что сборная Германии это не его уровень. Спокоен в очередной раз Кадербеков. Размял его немножечко. Салмин. Ну, за такие разминки только спасибо. Может Кутман высказать своим соперникам. Почаще, мол, давайте. А то замерзаю. 18-17 градусов. Непривычно. Здесь приходилось играть почти при тридцатнике. И что такое у Люкса? Что-то с обмундированием. Бутса слетела, наверное. Хочет ее подтянуть. Ну да, шнурочки. Расслабились. Ну, а это Китчен. Человек из российской премьер-лиги. Ну, как же так? Как не повезло, а? А ведь это был осмысленный удар в дальнюю девятку. Как обидно. Сейчас, наверное, Дмитрий Оленичев там тоже пару слов высказал. Наверное, я думаю, смотрит этот поединок главный тренер Енисея. Ух ты ж, опять чуть-чуть не повезло вот этот рикошет в другую сторону мяч, да? И все. 2-1. Ну, я думаю, у Кристинина после этого матча Лысина немножечко станет побольше. Несколько волос он потеряет от таких нервных минут. Великолепный удар от Саганбаева. Ну, вообще, Саганбаев сегодня неплох. Согласитесь. Ну, и Халид Эйса. Везунчик. Действительно, вот, катнись мяч в другую сторону, и все, привет. А можно забивать. И что же тут? А тут ничего, люкс. Мимоворот, но еще один угловой. Ну, это нам пока повторяют предыдущий эпизод. Да, люкс-то был первый на мяче, но коснулся кого-то из защищающейся стороны. Футбольный снаряд перед тем, как уйти за пределы поля. 45 тысяч зрителей вмещает Шейкс Заед. Ну, посмотрите, да, не целиком он забит, но тем не менее, в общем-то, больше, чем на всех предыдущих матчах, которые мы транслировали. Это факт. Удар поворотом! Опять немножко не везет. Да что ж такое-то? И снова это Саганбаев. Пятиминутка имени Саганбаева. Давайте так ее назовем. Тоже футболист бешкекского Дордой. Ну, как сложился, какая координация у этого парня. Посмотрите, как отклеился от опекуна. А опекуном-то был не кто-то. А Салех, защитник, который, в принципе, умеет держать своих. Ну, Казубаев молодца. Четыре года в сборной, ну, три с половиной, если так точнее уж подходить к этому вопросу. Дебютировал 13 октября 15-го. Матчи против Бангладеша в отборочном матче к чемпионату мира 2018. 2-0 завершилась эта встреча в пользу Кыргызстана. Ну, а здесь отыгрывает Берлхард. Тоже очень такая серьезная находка, как и люкс. Я уже рассказывал тоже в одном из репортажей, как начали шерстить весь мир. Агенты сборной Кыргызстана, ища во всех уголках планеты людей, которые имеют хоть какие-то кыргызские корни. Ну, вот я сказал, что Виталий Люкс родился в городе Караболта. Эдгар Берлхард еще более такой парень провинциальный. Он появился на свет в селе Новопавловка Чуйской области Кыргызской ССР. Ну, разумеется, в немецкой семье. Ну, а потом так же, как и люкс, в детстве переехал в Германию. Много где поиграл Берлхарта за разные немецкие клубы. Правда, это были клубы второй и третьей руки, да, ничего серьезного. Были команды из Голландии, Польши, Финляндии. Побывал в Таиланде, в Омане. Попылил, так сказать, по земле матушки. 9-4 в пользу ОАЭП. Такая статистика ударов по воротам. Ну, а счет-то 1-1. Ну, и выступает уже 4 года за сборную Эдгард Берлхар. Настоящий момент защищает цвета польского клуба ТЫХИ. Череда ошибок сейчас была нами наблюдаема. Ну, вот мяч перехвачен и снова ошибка. Кичин, Кичин, внимательнее, дружище, ну ты что же. По-моему, сначала хотел отдать передачу Валерии на Кутмана Кадырбекова, но после передумал. И, наверное, правильно сделал. И здесь тоже надо понадежнее. На вес-то весьма неприятный. Мабхуд там караулил на дальней штанге. А Мабхуд, хоть я говорил, не самые высокие ребята у Объединенных Арабских Эмиратов, но Мабхуд один из самых высоких. 177 сантиметров. И еще одна замена, судя по всему, готовится у команды ОАЭ. Давайте поглядим, что же это за перестановка. Итак, Поли покидает 21 номер. Халфан Мубарак. Ну, а вместо него 15. Под 15 номером в этой сборной выступает Исмаил Аль-Хамади. Записываем. Информация очень важная. Замена произошла на 63-й минуте. Тоже, как говорится, для статистики это отметим. Исмаил Аль-Хамадин представляет клуб Шабаб Аля-Хли. 30 лет ему. И давайте поздравим этого полузащитника. Сотый матч за сборную он сегодня проводит. Вот такой вот юбилей. 13 голов забил. Вот здесь, наверное, надо остановиться. Хватит ему чертовой дюжины в Котомке. Сегодня забивать ворота Кадербекова не стоит. Ну, а вообще, тоже интересно, что этот парень оказал, такой парень, дядька уже, да, оказался на скамейке запасных сегодня, потому как три предыдущие встречи с Бахрейном Индией и Таиландом он провел в основе опасный момент. И это гол. А положения вне игры не было ли, а? Мабхуд-то как забивал. Не из офсайда. Давайте посмотрим на повторе, что это такое. Мне кажется, был офсайд. Я требую повтора 2-1, но... Ну, нету пока, нету вар этой самой спасительной системы на Кубке Азии. Посмотрите, отбивался. Нюсупов, ну, надо было боковую выносить. Ну, зачем все? Да, никакого положения вне игры. Прошу меня простить. Абдул-Рахман отдал точнейшую передачу. Отдал точнейшую передачу. Вот, поглядите на нее. Ну, и какие шансы здесь были у Кадербекова? Да никаких. Пытался он ногой, вот, коленом мяч отразить. Но к радости Альберто Дзекерони и его штаба не сумел. Что ж, 64-я минута. Мапхут, седьмой номер, добился своего. 49-й гол в 77-м матче. Вообще, до сей поры он участвовал в 8-ми голах в своих 9-ти играх на Кубках Азии, начиная с прошлого розыгрыша, с 15-го года. Вот такой вот опасный малый. Семь голов и один ассист. Представьте себе, какая статистика. Ну, вот и сегодня уже восьмой гол, получается, вылетел. Дебютировал за сборную давно, в 2012-м году. 16 октября была встреча с Бахрейном. Вот тогда он себя показал миру. Ну, а пока у нас замена. Эдгар Бернхард поле покинул. Ну, а появился. Восьмой номер. Азиз Сыдыков. Азиз Сыдыков дважды выходил на замену в матче против Китая и Филиппин, но с корейцами играл с первых минут. Это его 29-я встреча. Выступает тоже за Бишкехский Дордой. Момент мог быть опасный, но не сумел пробить Казубаев. Здесь надо за мяч попытаться зацепиться. Надо уже отыгрываться. Не надо откладывать дело в дальний ящик. То есть, понимаете, да, уже время-то остается играть. 25 минут. Это не первый тайм, когда пропустил. И можно подумать, раскачаться там, пофантазировать, как-то подкорректировать тактику. Здесь уже корректировать некогда. Да, конечно, вот этот выход Сыдыкова, я уверен, тоже носит отчасти, так сказать, вот этот самый корректирующий характер. Но есть тут и вторая сторона медали. Эдгарн Бернхард. В общем-то, не каждый раз матч до конца доигрывает. Это тоже неудивительно. Как мне вот кажется, не хватает ему чисто физики. Все-таки 32 года уже Бернхарду. И на высоких скоростях действовать в течение всего матча ему тяжеловато. Ну, а Сыдыков все же помоложе. 26. Я смотрю, нет ли перестановок. Нет, по-прежнему 5 игроков обороны. Ну, 5-4-1, как было, так и остается у сборной Кыргызстана. Люкс пролазит, как сквозь невидимую преграду Люкс. Находят партнеры Китчен, дружище Енисей с тобой. Ах ты ж, господи, боже мой. А с стихами я заговорил. Ну, как же так-то, Валера, Валера. Нельзя такие моменты упускать. Удар по воротам все же следует. С левой ноги наносит его партнер Китчен, а сам Китчен понимает, что он запорол вернейший шанс. Ну, открылся великолепно, а подработать себе не смог левый. Тут же расстроившийся руки вверх вскинул, но не выключился из эпизода. Здесь, конечно же, плюс. Сразу же побежал за мячом. Но надо такие пасы-то принимать, Валера. Капитан ты наш. Обидно. Ой, как обидно. А ведь таких моментов может не быть. Но абсолютно была свободная вот эта левая зона атаки. Нужно бы только было обработать и пробить. И как подключился Китчен? Ведь есть сила, есть дыхалка-то. Вот он уровень РПЛ. Может бегать и на такие дистанции Китчен, будучи центральным защитником, по сути. Но если так дальше пойдет, то мы можем увидеть кого-то еще из атакующей линии у сборной Кыргызстана. Давайте я быстро пробегусь по тем игрокам, кто может на поле появиться. Все-таки есть еще одна замена у Закерони, есть две у Кристини. А если вдруг будет дополнительное время, чего мы, конечно же, сейчас желаем, то будет еще по одной перестановке. Так вот, Павел Матиш, Валерий Кашуба и два галкипера. Защитники Даниэль Тагу, Айзар Акматов могут выйти, отобороняться. Но пока, я думаю, до этого далеко. Здесь надо забивать. Хавбеки, Антон Землянухин, Турсунали Рустамов, Бахтияр Дуйшабеков, Павел Сидоренко, Адиджол Абдурахманов, Муралемжон Ахмедов. Его сейчас тоже было опасно, знаете ли. Ну и нападающий Эрнст Батырканов. Ну, Батырканову всего 20 лет. Будет ли упускать такого зеленого игрока Кристинина в такую мясорубку, честно говоря, не уверен. Ну, в общем-то, казалось сначала, что опаснее, но далековато. Далековато было до цели. Так, ну а кто есть в сборной Объединенных Арабских Эмиратов? Два голкипера тоже. Али Хасиф и Мухаммед Аль-Шамси. Защитники. Халифа Аль-Хамади, Вали Таббас, Мухаммед Ахмед. Мухаммед Абдурахман, Саиф Рашид и Маджет Хасан. Это игроки центральной линии. Ну и два нападающих. Ахмед Халил и Мухаммед Халфан. Вот, не знаю, говорят ли вам о чем-то эти фамилии, но таковые есть в списке запасных у Альберта Дзакерони. А пока атакует Жиргалбеку Улу. Передача можно было опять обработать и пробить. Да что ж такое, с обработкой не ладится в последние минуты-то у сборной Кыргызстана. И нарушение правил. Ох уж эти арабы. А помните ведь, был Советский Союз в свое время связан с этой страной, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Помните, после чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии наш, ну тогда советский тренер, ну а вообще после украинский Валерий Васильевич Лобановский принял предложение стать главным тренером ОАЭ. При нем тогда футболисты из этой страны добились лучшего на тот момент результата в истории сборной. Заняли четвертое место на Кубке Азии 92-го года, уступив в игре за третье место сборной Китая лишь по пенальти. Опасный момент. Да что ж такое, опять-то не получается пробить практически в упор. Ну надо уже наказывать этих чертях Козубаев. А ну как так-то, а? Ну ладно, закончу, пока есть небольшая пауза про Лобановского, коль начал. И вот тогда, спустя всего два года, в декабре 92-го, под нажимом ведущих игроков сборной, плюс был конфликт с шейхом, футбольная федерация Объединенных Арабских Эмиратов освободила Лобановского от занимаемой должности. Вот так вот, ну правда прошло несколько лет, и шейх все-таки замучил его совесть, направил Лобановскому в Киев письмо, в котором просил прощения, признавая правоту тренера. Вот такая вот история, связанная с СССР, если говорить точнее с Украинской СССР и с Объединенными Арабскими Эмиратами. А пока все внимание на поле. Хватит уже вот этих сторонних историй, я считаю. 2-1 до табло. 73-я минута. Играть, ну, 21-22, наверное, и не больше, хотя, бог его знает, могут еще быть травмы замены, все такое прочее, и еще может накинуть китайские рефери минутку-другую, и в сумме получится, может, 4-5 этих самых компенсированных. Кичин. Ну, надо реабилитироваться, дружище, но не такой же передачей-то, а? Арабы аж обезумели от удовольствия, не понимали, кому уйти за этим мячом. Меж троих арабов толкнуть мяч. Валера, соберись. В Енисей еще вернешься, там будешь играть, как хочешь, по-другому. Здесь надо понадежнее, поспокойнее. Здесь ты отдуваешься за всю страну. А там всего лишь за один город. Ну, это так, конечно, опять из разряда шутки. Везде надо играть профессионально, профессионально подходить к делу. Напоминаю я еще раз, что две замены есть у сборной Кыргызстана. Ушел Бернхарт, вышел Садыков. Есть одна замена у ОАЭ. Халифа Мубарак покинул поле. В первом тайме еще Фарис Джуман на его место вышел. Ну и совсем недавно еще один Мубарак, на этот раз Халфан, уступил место Исмаилу Аль-Хамади. Кстати говоря, вот этот ушедший второй Мубарак, Халфан Мубарак, уроженец города Аджмана, родился в семье Мубарака Халфана. Вот так вот именуются отец и сын. Отец Мубарак Халфан, сын Халфан Мубарак. Пока что опасный момент. Ну, здесь-то в сайт должен быть, а? Ну да, да, конечно же, я уж просто-таки руки был готов опустить это негодование. Все, наконец, правильно. Здесь положение вне игры, причем, ну да, да, ну очевидно, полкорпуса. Так вот родился в семье этого самого Мубарака Халфана, Халфан Мубарак. Его отец был полковник Аджманской полиции и выступал в одном из этих, ну, наверное, полулюбийцев. Политических Аджманских клубов. То есть тоже вот такая династия небольшая. Но, как я уже сказал, этот парень Халфан Мубарак, 21 номер, поле покинул. Ну, небольшая история, вот, так сказать, ему на посошок прозвучала. Не так много мы знаем об этих ребятах из ОАЭ, повторюсь, поэтому хоть с кем-то поближе да познакомимся. Как знать, может, эти парни дойдут и до финала. Чего бы нам, разумеется, категорически не хотелось. На ваших экранах Ажиргалбек Улу. Еще один игрок бешкекского Дордоя. На желтой карточке он, знаете ли, нависел. Еще одну получил, как мы видели, на восьмой минуте встречи. И если выйдет в одну четвертую финала Кыргызстан, то придется Кайрату Ажиргалбеку Улу встречу пропускать. А пока что еще одна замена готовится. Седьмой номер Торсунали Рустамов готов войти в игру. Воспитанник таджикского футбола. В двух встречах он выходил на замену. В матче с Кореей, с Филиппинами. И сейчас он меняет 23-го номера. Ахлядина Исраилова. Ну, пожелаем удачи седьмому номеру сборной Кыргызстана. На 76-й минуте эта замена состоялась. Итак, по две перестановки сделали оба тренера. По желтым карточкам впереди Кыргызстан. Как я уже сказал, Жиргалбеку Улу. Ну и также крайне активный сегодня Бигжан Сыганбаев получил горчичник. У Сыганбаеву до этого предупреждения не было. Поэтому судьба его вполне, как сказать, ясна, да? Вполне очевидна. В том случае, если в 1-4 все-таки, ну уже, знаете, чем дальше, тем, хочется сказать, каким-то чудом выйдет сборная Кыргызстана. Но как бы то ни случилось, глядя сейчас на поле, хочется отметить, что не сдаются подопечные Александра Кристинина. Бьются. Посмотрите, как бьются. Нельзя их упрекнуть абсолютно ни в чем. Разве что в одном моменте надо свои шансы реализовывать. Опять вот сейчас Кичин был с мячом. И вспоминаем мы этот эпизод с Валерием. Нарушение правил. Оказался на газоне Амусабеков и горчичник. Ну вот, наконец, прилетел из стан соперника. Тринадцатый номер его получил. Исмаил. Вот за этот фолл. Ну это срыв атаки классический такой. Игрок прорывается вперед. И на нем фалят. Камис и Смаил. Подвис тоже вот на горчичнике. Смотрю я, нет ли у него предупреждений. А есть тоже, если команда его выходит в следующий этап, он встречу пропустит. Наброс на дальнюю штангу. Ну-ка, остается с мячом. Нет, не остается Кыргызстан. Да, у Хамиса и Смаил действительно желтая карточка. До этого принимал он участие в двух встречах. С Бахрейном и с Индией. С первых минут. 79-е. Салех. Короткий пас играют на этих минутах. Ребята от Закерони. Ну им сейчас выгодно, вот опять же, повторюсь, не форсировать, не рисковать, не терять лишний раз мяч, а поддержать. Ну благо теряют. Но все же они этот самый мяч. И та же самая задача, разве что с максимумом обостряющих пасов, стоит перед киргизскими футболистами. Здесь такие перекатывания простые, плодов не принесут. А вот такие диагонали великолепные. В общем-то, эти самые дивиденды притащить тебе могут. Ну немножко не точно исполнил Китченом. Не точно именно по технике, да, а по замыслу очень-очень хорошо. Землянухин. Большой человек для сборной Кыргызстана. Выходит на поле, заменяя Фархата Мусабекова. Последняя замена. Антон Землянухин. Землянухин, извините, конечно же, что-то я заговорился. Землянухин, я напоминаю, является лучшим бомбардиром всех времен. Для сборной Кыргызстана 12 мячей на его счету. Но на этом турнире он дважды выходил на замену в матчах против Китая и Филиппин. Но забить никак не получается. Любит он играть на фланге. Ну, в общем-то, и Мусабеков играл, по большому счету, левого атакующего полузащитника. Я думаю, Антон Землянухин ту же самую позицию за собой и застолбит. А где играет Антон Землянухин? Давайте-ка погадаем. Попробую угадать с одной попытки. Наверняка в Бишкекском Дордое. Точно, черт возьми, Бишкекский Дордое. Ну, а Фархад Мусабеков где? Да там же, в Бишкекском Дордое. Ну, а пока мы тут о Дордое говорим. Поле покидает 10 номер. Капитан Исмаил Матар. Ну, и вместо него... Так, мы видим, что 15-й номер получил капитанскую повязку. Ну, а вместо него 23-й. Вот оно, как интересно. Мохаммед Ахми. А чем это интересно, друзья? Тем, что убирает игрока атаки Альберто Закерони. И по чисто такой итальянской специфике, по итальянской философии, выставляет защитника. Защитника клуба Аль-Айн, 29-летнего, Мохаммеда Ахмеда. Ну, что же, значит, собирается отсидеться в обороне в эти последние минуты Альберто Закерони. Опять какие-то стихи проклевываются. Ну, да ладно. Это все от Лукавого. Ну, а Мохаммед Ахмеда до этого выходил на замену в матче с Индией. И со стартовых минут поединки против Таиланда. 65-й матч его за сборную. Пока ни одного забитого мяча. Будем надеяться, эта статистика не улучшится. На газоне тем временем Абдул Рахман. О, ну, в него, конечно, мощно сейчас влетел. Я думаю, даже некоторые удовольствия испытав турсунали Рустамов. Ну, знаете, удовольствие я имею в виду с той точки зрения, как вот хоккеисты иногда применяют силовой прием, да, и видно, что вот удался силовой, так удался. Когда влетает соперник в бортик с треском, который слышен далеко за пределами ледового стадиона. Вот тогда, да. Вот примерно то же самое сейчас и Рустам продемонстрировал. Но футбол отличается от хоккея, и здесь это фолл. Ну, да ладно. Проехали. 84-я минута. Идет Кыргызстан вперед. Козубаев пошел. Молодцом, все правильно, нечего там сидеть, куковать. Рустамов. Играет через партнера. Но сейчас здесь будет, наверное, много передач в районе штрафной площадки именно команды ОАЭ, потому как мы разгадали план Закерони, да, немножко отсидеться. Но не надо вот сейчас вмешать друг другу, друзья. Кичен, высправляйся. Черт тебя дери. И что же, опять нет игры рукой? Ну, я не знаю. Знаете, есть такое поверье, что благоволят арбитры странным хозяйкам турнира. Оно объяснимо. Во-первых, это и реклама, это и зрители, и проданные билеты, и много всего такого стороннего прочего. Давайте посмотрим. Ну, сложно, опять же. Вот коснулся, не коснулся. Кичен оказался, что коснулся. Ну, вроде мне тоже кажется, что вот кистью задел. Но играли это в руку. Рука была уже опорной. И он ее... Ахмед-то отодвинуть не мог. Согласитесь. Наверное, арбитр руководствуется тем, что, во-первых, есть такое правило, да, судейское. Не уверен, не свести. И второе. Но в таких спорных ситуациях, действительно, в таких важных матчах не надо, чтобы сомнительный 11-метровый судьбу этого самого важного матча решал. Но есть, я говорю, и другая сторона медали. То, что судьи зачастую благоволят именно хозяевам. То есть, в спорных ситуациях, когда 50 на 50, отдают предпочтение именно принимающей стороне. Пять минут. Плюс сколько-то будет добавлено. Во все глаза, наверное, смотрят футболисты сборной Австралии этот матч. Ждут они. Своего соперника поединок, напомню, состоится 25 января. Этот четвертьфинальный бой. Ну, а также уже известно, что в четвертьфиналах сойдутся Китай с Ираном и Вьетнам с Японией. Ну, да это нас пока не должно сильно беспокоить. А вот техника Жергалбека Улу беспокоить иногда должна. Ну, нельзя, опять же, в таких ситуациях так ошибаться. На последних минутах надо стараться выжимать максимум. Каждая потеря – это секунды. Каждые секунды – это минус атака. А атак осталось считанное количество. Сидыков, как сейчас великолепно в центре поля сыграл, вы видели, да? Прекрасное чувство мяча, контроль мяча. И в итоге мяч этот самый для своей команды сохранил. Ну, вот здесь тоже побыстрее. Ну, что такое-то? Ввод мяча из-за боковой должен проводиться гораздо в более высоком темпе. Такое ощущение, что отыгрываться надо ОАЭ. А ОАЭ все свои дела уже решила. Ну, и здесь-то тоже давайте поспокойнее, понадежнее. Ну, Казубаев, понятно, что устал, дружище. Но Юсупов-то тоже не железный за такими передачами бегать на последних минутах. За неточными-то. И борьбу здесь навязать. Это желтая карточка может быть. Вот она, да? Летит. Мурзаеву. Мурзаеву. На 88-й минуте. Ну, с другой стороны, тоже правильно. Так бы сейчас последовала неторопливая атака. А там, бог его знает, сколько долго бы держал мяч команда Альберто Дзакерони. Ну, правда, с другой стороны, тоже пока штрафной разыграют. Пока дело дойдет до первого паса. Ну, нет, тут уже все-таки довольно быстро разыграли. И в прессинг. Прессинг на чужой половине поля. В центре поля. Тотальный прессинг сейчас должен быть от ребят Александра Кристинина. Великолепный. Великолепно введен мяч в этой ситуации. И аут. Аут. В атакующей четверти поля. Это очень неплохо. Теперь надо зашвырнуть. Посмотрите, защитники пошли туда побороться. 89-я минута стартовала. И Юсупов, давай, покажи, как умеешь. Разбег. Толчок. Бросок на ближнего. Хитро. Скидка грудью. На вес нужен хороший кросс. Он состоялся пробить. Кичин. Не дотягивается. Удар поворотом. Ух ты ж. Вот это выстрел. Как обидно. Люкс, люкс, люкс. На технику исполнял. Сам улыбается, понимая, что все правильно делал. И действительно делал все абсолютно верно. Но немножко не хватило. Не на силу бил. Посмотрите, каким ударом. Мяч заваливался уже в дальнюю девятку. Но чуть-чуть послабее бы. Ах, как обидно. Сколько уже было моментов. Вспоминаем мы их все, да? И Казубаев бил в упор. А как в крестовину попал Кичин? А как Кичин не смог обработать мяч, когда мог врываться в штрафную без сопротивления? Вернее, он туда и ворвался. Не смог уже в самой штрафной обработать мяч. Пока одни воспоминания. И пока что пару австралийцев, судя по всему, составляет сборная ОАЭ. Но не согласен с этим Александр Кристинин. Давайте не будем соглашаться и мы. Любой стандарт может стать голевым. Любой стандарт – это шанс. Вспоминаем о довольно-таки низком росте подопечных Дзекерони. Ну, там каждый метр с кепкой. Ну, честное слово. Ну, кроме, конечно же, 19-го Ахмеда. Навес! Ну, где он гол? Это нужен! Нужен же! Отбиваются черти, отбиваются. Опять как было близко. Ну, атака не завершена Кичин. Не доверяет он теперь Юсупову. Сам пришел вбрасывать. Но это не его фланг. Его фланг левый. Но он пришел сюда направо и вброс мяча. Удар поворотом? Нет, это совсем не удар. Кичин, молодец. Корпус поставил мяч, убрал навес, пошел угловой. А теперь все вперед. Кутман, слышишь меня? Кутман, твой выход. Беги в чужую штрафную. Вот, да, ну, посмотрите, опять не попадает по мячу Казубаев. Второй раз уже за матч. Ну, нет, пока что Кадербехов, судя по всему, в чужую штрафную не идет. Не рискует или нет такого указания с тренерской скамейки. Три минуты добавлено. Осталось играть две с половиной. И сейчас пока слово за рефериона, норовоучения какие-то дают футболисту, останется две минуты. Действительно, нету, нету голкипера сборной Кыргызстана. Удар поворотом и гол! Залетело, залетело, друзья, залетело на последних минутах. И кто забивает так? Как мой важный гол Турсунали Рустамова. Третий мяч его в 14-м матче за сборную. Угадал с заменой Александр Кристинин. И на 92-й минуте Рустамов отправляет команды в овертайм. Фух, ну выдохнули, выдохнули. Наконец-то. Говорили мы, что можем переигрывать на втором этаже этих низкорослых арабов. Но вообще-то гол забил 23-й номер. Посмотрите, да, это он. А Мухаммед Ахмед своим брюхом накачанным внес мяч в ворота. И как радуется Александр Кристинин. Можно его понять. Получается у нас аж 92-я, наверное, минута, да? И сумасшедший гол от Рустамова. Да, действительно, 92-я. Вы знаете, я тут тоже, наверное, если не Фанисею, как Кристинин, то наверняка пару седых волос добавятся. Что ж. Давайте не будем пока ни о чем говорить. Просто посмотрим, как закончится этот второй тайм. Не хочется вот... Меньше всего хочется накаркать, да? Всякое мы видели в футболе. И посмотрите, Зидана сейчас пытается исполнить. Один из футболистов Кыргызстана. Навес. И свисток арбитра. Негодует. Ну, разумеется, негодует. Алих Баби. Но все закручивается еще серьезнее. И вот так вот нервничают футболисты Объединенных Арабских Эмиратов. И вот в таком настроении пребывают их болельщики. Ну, а вы что, хотели, а? А то, смотрите-ка, букмекеры 1.44 на вас сдали. Да ни черта подобного. Вот так вот. Свисток арбитра. Небольшая пауза. И мы продолжим. Далеко не уходите. Все самое интересное впереди. Итак, друзья, после двух сыгранных таймов в матче Объединенные Арабские Эмираты Кыргызстан. Счет 2-2. Статистика на ваших экранах. 56% времени владели мячом хозяева поля. 44, соответственно, футболисты Кыргызской Республики. 10-12 по ударам по воротам в пользу Кыргызстана. Это очень хорошая статистика. Действительно, в конце поднажали. 3-3, удары в створк. И 7-5 по угловым. Тоже впереди ребята Александра Кристинина. Но вот впереди они по фалам аж с двукратным перевесом, более чем двукратным. И 3 желтых карточки. Умудрились тоже получить футболисты Кыргызстана. Это Жиргалбеку, Улус, Иганбаев и Мурзаев. Исмаил горчичником отметился с арабской стороны. Я напоминаю, что по регламенту теперь могут тренеры сделать еще по одной замене. Так-то все замены исчерпаны, если говорить о номинальных трех. Ну и самая нервотрепка нас ждет в следующей, как минимум, полчаса. А там, гляди, серия пенальти. Ну вот, смотрели мы предыдущий матч с вами, да? Говорю, для тех, кто смотрел. Узбекистан, Австралия. Там 0-0 и потом пенальти. И совсем другое дело у нас. 2-2, 4 забитых мяча. И абсолютно ничего еще не ясно. Если отталкиваться от статистики, тоже здесь палка о двух концах. Владение, повторюсь, лучше у хозяев турнира. Ну, а все остальные показатели, в принципе, за исключением фолов на стороне Кыргызстана. Что же, давайте уж, не знаю, стоит ли бежать по составу вновь. Я думаю, вы все их прекрасно выучили. Не будем тратить на это время. А так, по ходу дела, называя фамилии, будем вспоминать, кто где играет. Все-таки сейчас куда важнее то, что происходит на поле, а не то, что происходило когда-то там давно полтора часа назад, когда команда на поле выходила. Эти самые составы оглашались. Об этом мы уже говорили дважды, а пока последим вот за этим супер-пупер ударом в исполнении одного из футболистов. Тринадцатый номер, Исмаил. Тот самый, который получил желтую карточку на 78-й минуте встречи. Ну что, вот такое у нас получается соколиное дерби. Да, так мы его обозвали в самом дебюте репортажа. Напоминаю, белые соколы против просто соколов. Или также называют команду Объединенных Арабских Эмиратов просто белые. По-арабски уж сказать не могу, по-английски The Whites. Ну да, это не важно, наверное, как звучит это все по-арабски. Теперь, я думаю, для сборной Кыргызстана действительно. С одной стороны, хорошо бы немного успокоиться, но не настолько, чтобы пропускать вот такие атаки. Ну каков Утман Кадырбек вот так раскинув руки, словно человек-паук в разные стороны. Мне кажется, он настолько напугал летящего на него Мабхуда, что тот, ну не сказать, что прям вот в ужасе был, но нога у него явно дрогнула. Али Мабхуд, это вот лучший бомбардир Кубка Азии прошлого созыва, назовем это так. Два гола на турнире. В ворота Индии, в ворота Таиланда. А вот Кутману забить пока. Удалось лишь один раз. Напомню, Минон на 64-й минуте после паса Абдул-Рахмана удвоил преимущество сборной УАЭ. Ну, потом Рустамов, 92-я. Идите-ка, ребята, передохните, покурите. А продолжим через несколько минут. Вот такой был посыл от Рустамова. Ну и посмотрим, сохранится ли он на оставшиеся минуты. Кстати, по поводу перестановок я не вижу, чтобы были еще замены. Если кого-то я упустил, то извиняйте. Будем поправляться уже по ходу репортажа. Ну, вроде бы все те же лица на поле. Нет, ну согласитесь, как бы опять же не в первый раз, я об этом говорю, не закончился турнир для Кыргызстана. Но вот этот человек, Александр Сергеевич Кристинин, прекрасную команду создал. Напомню, сменил он Мерлана Ишенова на тренерском мостике. И великолепный ход дал сборной Кыргызстана. Еще раз нам показывают, как, ну простите уж за выражение, обделывался Мабхут. А он действительно просто-таки труханул в этом эпизоде, глядя на уверенное лицо Кутмана Кадербекова. И направил мяч, ну, куда-то туда, своей подружке на трибуну, возможно. Но он знает. Франции, Жо, помните, за ЦСКА играл. Какое-то время попылил здесь, в чемпионате ОАЭ. Сейчас здесь играют Иван Кабай, Альваро Негредо, Маркус Берг. Ну, а тренеры какие были. Тот же самый наставник нынешней сборной Узбекистана Эктор Купер. Ну, а также Кикиф Сачес-Флорес, Андрей Мишель, Чезаро Прандели, Франк Веркаутерн, Дан Петреско, Диего Марадона. Ну, а про Лобановского мы уже с вами вспоминали. Так что традиции хорошего классного футбола здесь прививаются периодически приезжими футболистами и тренерами. Если же говорить о своих, то об этом мы тоже уже так вскользь сказали, что очень редко уезжают в чужие страны играть местные спортсмены. Опасный момент. Хорошо играет Казубаев на последнем рубеже. И опять же, вот не спешить. Не спешить же, говорю. Поспокойнее, точно в ногу. Не надо паниковать, не надо дергаться. Можешь. Знаю, что можешь. Видел уже. Посмотрите, вот эта потеря ненужная. Сразу какая опасная атака и угловой удар. А угловой удар после подката, который граничил с фолом. Спокойнее. Салех на газоне. Вот тоже дыхалка-то, что у Салеха, что у Аль-Ахбабих. Посмотрите, идет какая минута встречи, а эти два окраинных защитника неустанно заряжают по своим желобкам. Они уж там плеши выели. А нет, все бегают и бегают, черти. Вот и как раз Аль-Ахбаби. Ну, на спине у него написано имя. Бандар. Бандар так бандар. Как тебе будет, дорогой, угодно. Из клуба Аль-Айн. 169 сантиметров, поэтому и подает. Делать ему штрафной нечего. Ну, подает не только поэтому, еще и подавать, потому что умеет. Навес. В центре вратарской. Отбивается мяч. Ну, тут второй темп и ударишь. Ну, ничего себе, смелый парень какой. Салех, что ли, это был? 6-7 по угловым. Вот так немножко сравниваются. Ребята Дзекерони. Снова пас в разрез. И снова очень хороший. И тут новоиспеченный капитан с мячом. Ну, знаете, это мяч-то покинул пределы поля. Неужели ли не покинул? Вот опять у меня есть вопросы к судейской бригаде. Но благо Мабхуд просто сперенадух не переносит Татмана Кадербекова. И от него, как вампир от чеснока, убегает. Не может. Не то, что пробить, а попасть по мячу как следует. Глядя, когда летит галкипер закрывать свои владения. Ну, а новоиспеченный капитан. Да, это вот вышедший на замену как раз Исамаил Аль-Хамади, 15 номер. И вот она замена четвертая. То, что ввелось совсем недавно в большой футбол. Четвертая замена во время добавленного времени. Абдулла Рахман. Поле покидает. Абдулла Рахман выступал под номером 5. Подал голевую передачу на второй гол, я напоминаю. Ну, а на поле выходит Ахмед Калил. Номер один. Тоже интересно. Под занавес основного времени матча Альберто Закерони усилил оборону. А теперь, что, обороняться, да? Убирает он опорного полузащитника и выставляет на его место нападающего из клуба Шабаб Аль-Ахали, 27-летнего, ну, очень неопытного игрока сборной. 102-й матч он проводит в своей истории выступлений за главную команду страны. 47 голов забил. До этого Добашда выходил на замену против Бахрейна и Таиланда. Ну, и голым отметился как раз-таки в воротах Бахрейна. Ахмед Халил, номер один. Сотая минута встречи. Здесь понадежнее. Китчен. Все хорошо. И выноси. Ну, и вон нафиг, да, подальше куда-нибудь. Вот туда, за боковую. Не надо рисковать сейчас. Никаких вот в таких позициях не надо искать адресатов. Надо сыграть надежно. Саганбаев поборолся. И посмотрите, для своей команды вместе с партнером мяч отвоевал. Недоволен, разумеется, своими действиями Аль-Ахбаби. Тоже человек, как я уже сказал, как и Салех, с двумя, а то и тремя сердцами. Ну, как вот можно носиться сто минут в таком темпе? Но практически без перекурива. Китчен с мячом. Брос из-за боковой. А вот так хитро обманул всех. Показал, что будет бросать вперед. А исполнил передачу на защитника. На Юсупова. Ну, опять же, вот здесь-то можно поспокойнее сыграть. Поточнее, Жиргалбек, Улу. Дружище, ну как же так-то, а? Ну, понятно, устали. Все устали. Эти тоже устали. Эти еще сильнее нервничают, поверь. Они при своих трибунах могут облажаться. Вас-то никто не осудит. Давайте как-то соберемся и сыграем вот эту фразу, конечно, дурацкая штамп. В свою игру, тем не менее, в свой футбол. Ой, какой же здоровый детина-то, а? Вот этот недавно вышедший Ахмед Халил. Ну, просто боксерская внешность. А нет, или там нарушение правил есть. Черт, ты в этой двери, а? Ну, вот чувствовал я, что свистит сейчас Фуми. Но опять к разговору о том, что судьи в таких ситуациях на стороне хозяев. Ну, нет слов. Давайте посмотрим повторы, а потом уже сделаем вывод. Как мне показалось, касание, конечно, было, но не на пенальти. Не на пенальти. Вынос мяча, возврат. Ну и что там было? Что там было в исполнении Сыганбаева, ну? Едва касался, да просто пыль смахивала с плеча Мабхута. Ну что ж такое? Ну что же. Такое или не такое, но выходит вместо Мурзаева Дуи Шабеков. Уже, наверное, закладывается Кристинин на то, что сейчас будет забит мяч, и надо освежать атаку. Дуи Шабеков представляет бангладешский клуб Машингхара Кингс. Но пока не об этом. Пока что пальцы скрестим за Кутмана Кадербекова. Удачи, парень. Помолчим. Как же обидно-то, а! Отбил же Кадербеков. Коснулся мяча. Ну, и этот вот Шкафин совершенно несуразный по своим антропометрическим данным. Ахмед Халил забивает мяч. Ну, судья враг народа. Фу-мень. Фу просто, дружище. Фу. Какое имя, такой поступок у тебя. Ну как же так можно-то, а? Ну какой пенальти там был? Смешно, просто смешно. И как обидно. Ногами ведь парировал, да? Практически Акинфеева сейчас исполнил в матче со сборной Испании на чемпионате мира. Кутман Кадербеков. Немножко не хватило стопе жесткости. Ну, может, немножко и опыта тоже. Но опять, какие претензии? Сделал все, что мог. Ну ладно, еще играть и играть. Еще 15, а с учетом компенсированных все 20 минут, наверное, и есть. А это значит... Давайте-ка мы покажем вот этим... Любимым... Ребятам также судейской бригады, как я вижу. Как надо играть в футбол. Хотите такой бой? Будет вам такой. Хотите такую игру? Будет вам такая. Судьями каждый может выигрывать. А давайте-ка попробуем. Как мужики. Давайте, ребята, изо всех сил. Помните фильм со Сильвестром Сталлоне? Изо всех сил. С треском в сухожилиях. Со скрежетом в мышцах. Но надо, надо сейчас собраться и попытаться вырвать этот поединок. На зубах. Ногтями цепляясь, задерн. Вперед, к воротам. Но этого парня можно вынести. Пускай там покорячится за пределами поля. Исмаил Альхамади. Сразу все заболело, да? Вот стоило гол забить слева в пенальти. Так и руки начали болеть. А, носилочки принесли. Вот надо было его погрузить и унести куда-нибудь за пределы стадиона. Носилки прям с ним в Персидский залив и привет. Пускай плавает. Кичин на последнем рубеже. Все правильно делает Валерий. Сейчас понимает, что Кадербеков, ну, все же, действительно, пацан молодой, может опыта не хватить, может промахнуться, вносит. Абы куда, но тут, смотрите, абы куда заканчивается хорошая атака и немножечко не хватает для того, чтобы нанести удар. Ну, ладно, ерунда. Будет еще второй дополнительный тайм у сборной команды Кыргызстана. А это значит, все еще можно исправить. А вот этого парня надо валить. У него рука болит. Давайте ему на вторую там поднадавим немножко. Или все прошло у тебя, дружище, а? Исмаил Аль, хамади. Сразу все раны зажили, как игра возобновилась. Ненужная потеря. Ну, Китчин назад возвращаться. Сил уже не остается даже у такого игрока, как Валерий. Ну, ладно. Передохнуть. Сейчас будет через 30 секунд небольшая пауза. И уже тогда всеми силами все вперед. Ну, вот еще один любитель полежать, Исмаил. Давайте посмотрим, что там было. Ну, ладно. Здесь беру свои слова назад. По задней поверхности бедра получил. Подколенно еще угодил. Ему киргизский футболист. Поэтому, наверное, больших претензий нет. Ну, кто так бьет пенальти-то, а? И бить ты не умеешь. Повезло. Вышел со скамейки, забил сразу герой. Что ты? Бабушка, тебя твоя похвалят, мы не будем. Ахмед Халил. Из клуба, напомню, Шабаб, а-ля Хали. 27 лет. А на вид все 47. Ну, 47 ему не лет. 47 матчей за сборную. 47 голов, извините, за сборную. Что в одном матче. Но это не важно. Да важно, чтобы сейчас ребята Александра Кристинина собрались. Как в последний бой. Очень важно, сжав кулаки, выйти на этот второй овертайм. И показать вот этим всем зазнавшимся пацанам Дзакероне, как играют в Кыргызстане. Небольшая пауза. Попить водички, все правильно. Все правильно. Ну вот, может, сейчас и не хватает как раз того же Виктора Майера, да, сборной Кыргызстана, который из-за травмы пропускает турнир. Сейчас бы этот защитник, наверное, был бы очень даже кстати. Павел Сидоренко, которого взяли на место Майера, пока что на турнире не провел ни одного матча. Ну что, Люкс, твой выход, да? Давай-ка. И показывают нам снова вот этого. 27-летнего нападающего. Который каким-то чудом забил гол. Ну ладно. 15 минут, друзья. 15 минут, которые могут стать главными в истории всего кыргызстанского футбола. 15 минут, которые могут перевернуть мир. 15 минут, когда надо отдать всего себя для того, чтобы совершить, казалось бы, невозможное. Для того, чтобы заткнуть рты букмекерам, специалистам, экспертам так называемым. И всем тем, кто ни черта не понимает в силе духа футболистов Кыргызстана. Поехали. Еще 15 минут. Вот так вот. Сразу навязать свою игру. Все правильно. И заработать угловой желательно в этой ситуации. Но нет, только Ау. Что ж, тоже неплохо. Кичин может закинуть. Но Кичин на другом фланге. Правда, он уже и прибегал на чужие для себя фланги, да? Дабы бросить из-за боковой. И они были опасны для двух. Негодует Жиргалбеку Улу. Считает, что там, судя по всему, судя по его мнению, был угловой. Ну, мы можем забить. Отсюда удар поворотом штанга. Да что ж ты, черт возьми, происходит-то, а? Сколько можно прощать этих соколят? Какие они соколы? Это детеныши. Только что вылупившиеся и вываливающиеся из гнезда. Да, вот судьи их подхватывают и укладывают назад в это самое гнездо. Ну, какая комбинация, какая скидка и какая обидная штанга. Душанбеков пробил как раз-таки недавно вышедший на поле. 23-летний полузащитник. Ну, игрок, в принципе, который чаще действует в опорной зоне, но может, разумеется, и помочь впереди. Поиграл он в Белоруссии за клуб Хрумкачи в Турции поиграл за Егир Дирспор. Даже не знаю такой команды, но выходил с корейцами на замену. Матч с корейцами, разумеется, а не за сборной Кореи. Вот он на ваших экранах. 20-й момент. Показывает нам еще раз этот эпизод. Прекрасная скидка от Казубаева. Казубаев каких сегодня имел? Какие имел пару моментов, а? И вот сейчас едва не стал автором голевой передачи. Но вот, знаете, бывает, вот не прет, не идет, да? А вот для сборной ОАЭ все идет. Судья хороший. И поле свое с болельщиками. Я продолжаю настаивать, что нельзя было свистеть в той самой ситуации, когда был назначен пенальти. Арбитр до этого в похожей ситуации. Помните, да? Свисток держал во рту и в него не дул. Да даже и во рту не держал, я думаю. Мы тогда рассудили, что да, не будет этот рефери решать поединок за счет не стопроцентных, 11-метровых. Не уверен не свисти и все такое, а вот. Ну ладно, это все. Нечего на арбитра пенять, надо забивать самим. Врывался землянухин. Будет у тебя еще шанс. Будет, дядька. Поактивнее. От тебя нужна активность. Свеженький, бодренький. Вперед, открывайся, иди. Забивай. Доволен, доволен землянухин этой комбинацией. По нему видно. Но вот пас, да, чуть-чуть сильный был. Не успевал, конечно же, этот футболист бешкекского Дордоя к мячу. Хочет он, разумеется, забить 13-й мяч за сборную. И Парабо уже давно не забивал. Китчен. Ну, чемпионат. Россия возобновится еще не скоро. Успеешь отдохнуть, Валера? А пока что все-таки мы все ждем тебя 1 февраля в финале вместе со своей командой. Продолжаю я верить в то, что дрогнуть должны Эмираты. Кто они такие, черт возьми? Ну да, вот могут и сейчас забить, конечно. Но не забивают же. Девятый номер делал навес. Алях Баби. Который раз, ну посмотрите, ну правда, там не два, не три, там целая дюжина сердец. Надо же так нарезать. Это уже 110 минут сыграно. Не устану. Вот если говорить об этих защитниках, о Салехе, о Алях Баби, да, может у них нету каких-то качеств именно оборонительных, но вот своей самоотдачей, своей скоростью, выносливостью они покрывают многие свои тактические и технические с точки зрения обороны недочеты. Современные защитники. Нечего сказать. на газоне Саганбаев надо подниматься, надо продолжать матч. Десять минут остается. Все вперед. Ну, разумеется, с оглядкой назад. Говорил ведь, помните, ребята, Александр Сергеевич, Кристинин. Надо агрессию проявлять в атаке, иначе ничего не светит. Так вот она. Это атака. И вот она, эта агрессия. Ну, не такая, конечно. Ждал я немножко другой. Ошибся в этой ситуации. Вышедший на замену Садыков. Ну, вышел уже давно. Одна из... Ну, это первая даже была замена, да? Вот как раз Садыков на ваших экранах. Во всех трех матчах участие принял. Ну, в основном на замену. Хорошая скидка на люкс, опять-таки, по мысли. И молодец люкс, что не остановился. Пошел попрессинговать Халида Эйсу. Надо люксу и за свое побороться. Три мяча на его счету, как у Сардара Азмуна. Четыре у Эльдора Шамуродова, но Шамуродов больше уже не забьет. И семь у Алмаеза Али из Катара. Надо люксу пытаться забивать больше. У него свои есть. Задачи в этом матче локальные, кроме командных. Но, конечно, эти локальные сейчас отходят на второй план. Вот если ввели бы со счетом там 3-0, да, можно уже, как говорится, выводить человека, который претендует на золотую бутсу, на удары. Но сейчас это уже не то, что вторично, третично. Главное – результат. Но, тем не менее, люкс молодцом. Не выключается, повторюсь. Старается отрабатывать. А сейчас хорошее Садыков. Перехватил поспокойнее. Да, давайте тут мяч подержим. И вперед устремимся. Нарушение правил. О, как не нужны сейчас эти фалы. Потому что вот эти ребята будут валяться, за руки держаться. Да, вот еще один тут. Ну, просто-таки... Игра мертвецов. Сейчас как зомбари будут медленно подниматься и идти так, вытянув вперед руки, в атаку. Ногу свело? Да неужели? То же самое, я думаю, Кристинин сейчас в сердцах говорит. Семь минут, тем не менее. Семь с небольшим. Но минутку еще, наверное, накинет. Этот фу-мень. Но я думаю, вот этот эпизод с пенальти будет еще разбираться, несомненно, специалистами, экспертами. Интересно будет посмотреть, к какому мнению они придут. Может, я и предвзято отношусь. Тоже этого не исключаю, разумеется. А вот какая барышня красивая. Просто-таки как будто обмотана в пумачевый советский флаг. Салех на газоне. Ну, вот говорил я, что два-три сердца. И у этого парня тоже. Сердца сердцами, а если с мышцей что-то, то это действительно неприятно. Может, и не тянул он время, вот так вот располагаясь на газоне. Потому как, отправляясь за боковую линию, дабы получить помощь от Искулапов, он оставляет свою команду в меньшинстве за семь, где-то так, да, шесть-семь минут до конца встречи. Ну, и разумеется, вот здесь уже имеет место небольшое потягивание времени. Вот шестого номера от Фариса Джумы, футболиста Аль-Джазиры. Ну, 30 лет человек все понимает. И опять, Фол, да что ж такое? Ну, этот 11-й номер, на кой черт закерония его выпустила? Одни неприятности от этого человека. Да, Фол, здесь есть. Здесь нельзя не согласиться. Юсупов навалился всем телом, руку положил на плечи Ахмеду Халилу, и тот, разумеется, был вынужден упасть. Расставляет своих ребят, формируя стенку Кутман Кадербеков. Если сейчас ОАЭ забьет, то, наверное, это будет все. Ну, мы же в это не верим, правда? Мы верим, что за 5 оставшихся минут забьет Кыргызстан, а может быть, дважды? А всякое бывало. Манчестер Юнайтед в свое время за одну минуту Баварии два воткнул. На какой там? На 91-й и 92-й, да? Так было дело. Отчего бы такой же подвиг не совершить сборной Кыргызстана? Но об этом потом пока что смотрим за ударом Исмаила, Ахмеда Халила. Запутался я в этих именах чуждых мне. И надо здесь попытаться уже прессинговать, да, вот в чужой зоне, на чужой половине поля. И снова этот дьявол Ахмед Халил. Что ж я его хочу и Самаилом-то все назвать? Да он еще и техничен, черт его дери, а? Вы посмотрите, что, и тянет время, и угловой пытается заработать. Неужели зарабатывает? Так и есть, да вы поглядите, а вот какой козырь был в рукаве вот в Закероне, Ахмед Халил. Такими темпами может стать лучшим игроком матча. Вышел в добавочное время, да, в это уже, в дополнительное. И начал тут звездить. 117-я минута. Разумеется, тут время потянут, но вот так вот, да, ловить на ошибки этих, так сказать, хозяев турнира. Ну что ж ты опять лежишь-то, а? Салех, ну ты уже давно должен быть в лазарете. Тебе тогда было больно, сейчас еще больнее. Ну давай, уже укатывайся за пределы поля, здоровья тебе, семье твоей и правнукам до седьмого колена. Но в этом матче, давай-ка, ты уже не игрок. Не надо только тянуть время. Не можешь играть. Покидай поле. Ну, разумеется, у этого парня своя точка зрения, и по максимуму он время тянуть будет. Если бы такое случилось касательно сборной Кыргызстана, я уверен, что какой-нибудь условный жирголбек у Улу при случае тоже бы на газоне полежал, и не было бы это зазорным. все на алтарь победы. Дальний бросаута, побороться. Нет, борьбы не последовало, но мяч подобран Рустамовым. Ну, а что здесь? Здесь Люкс тоже вроде как верх выиграл, но поеду Шабеков к мячу не поспел. И снова нарушение правил, а играть-то остается, совсем ничего. Исмаил Аль-Хамади тоже умирает от боли, оно и понятно. Ну, нет, вот ожил, посмотрите. Две минуты. Исмаил показывает своим как надо расставиться. Аль-Хамади снова на газоне. Минута сорок. Ждут, ждут все эти ребята. Вот вы в таких модных головных уборах, разумеется, конца матча. Александр Кристинин ждет как можно больше добавленных минут. Этого ждем и мы. Уже, знаете, все эмоции ушли. Никаких не осталось. Но играть и играть еще. Последняя минута. И как тянут время футболисты Объединенных Арабских Эмиратов. Грамотно это делают, но вот здесь уже ошибка. И быстро, быстро все вперед. Переводить мяч на чужую половину поля, а там бороться, пихаться, сражаться, делать что угодно, но довести дело до удара. Повезет, не повезет. Вопрос второй. Надо попробовать. Надо попробовать. Надо. Рустамов. Хорошая техника, но тут подхватить мяч. Молодец, вперед, Жиргалбек Улу. Как будто второе дыхание открылось, и это фол в нападении. У меня нет слов. Просто не знаю, что сказать. Очень обидно. Барис Джума подставился, и по мнению арбитра Жиргалбек Улу налетел на его спину. Время вышло. Две минуты добавлено, но это неплохо. Две минуты, если так смотреть, это мало, а 120 секунд это уже совсем неплохо. Давайте начинать считать до 120, и каждый пускай делает это про себя. Искрестим пальцем. Давайте даже на ногах. Давайте даже на лапах своих домашних питомцев. подхватить мяч вот здесь, побороться. И вперед. Все вперед. Хорошо. Передача нужна. Почти состоялась. Вернее, она состоялась и почти прошла. Отбиваются, отбиваются футболисты ОАЭ, положение вне игры. Ну, можно бы и свистнуть здесь, ну, зачем вот доводить до этого-то? Ведь офсайд был, разве нет? Кичин. Все-таки свисток в итоге последовал. Кичин хитро играет пятками, но вот это сейчас совсем ни к чему. Нарушение правил. Кто фалил? А что там, была желтая? Нету нашему другу. Под одиннадцатым номером. Да неважно, все вперед, все и так впереди. Навес, побороться в штрафной. Ну-ка, Рустамов не успевает к мячу. На подборе кто первый? На подборе первый игрок. Темно-зеленой форме остается играть 40 секунд 35 даже. Хорошо Кичин последняя может быть атака. Ну-ка, грузи туда вперед или более осмысленно с продвижением. Пять человек там впереди шестой подключается. Хороший перевод посредством диагонали на дальний фланг. Теперь навесить надо и забить. Ну-ка, последний шанс навес. Где удар? Ну, удар, удар, Рустамыч, дорогой, бей, бей, перекладина. Как же так-то, дружище, ну нельзя же так. Не может так не вести, просто не может. Просто не может так не вести. Ну забивайте, забивайте, не сможете нафигать. Вот так вот. И все. Все, друзья. 3-2. Побеждаясь, команда объединенных Арабских Эмиратов. Мне нечем сказать. Это настолько, чтоб не везло. Не попасть вот здесь вот тоже. Очень хорошо бил. Прекрасно бил сейчас. Кто это был? Даже не разглядел Саганбаев, да? Под перекладину наверняка казалось бы. Должен был забивать, но мы прощаемся вслед за сборной Узбекистана и со сборной Кыргызстана. Вот нам напоминают, как все шло в этом матче. На 14-й минуте Хамис Исмаил счет открыл. После счет сравнял Мурзаев на 26-й, на 64-й Мабхуд вывел свою команду вперед на 92-й. Уже в добавленное время компенсированное Рустамов перевел матч в овертайм. Потом пенальти очень сомнительный, который реализовал 11-й номер Ахмед Халил и после до шанса были, но не получилось. На этом я с вами прощаюсь. Для вас работал Денис Цаплинт. Всего наилучшего. Пока. Редактор субтитров Редактор субтитров